Добрый день! Рада приветствовать всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему семинару. Этот семинар проходит в рамках цикла исследования НКО, и цикл проводит информационная культура при поддержке фонда президентских грантов. На наших семинарах мы рассматриваем, как некоммерческим организациям проводить исследования, как собирать данные, формулировать, использовать разные методы исследования, как анализировать потом данные и, собственно, какие выводы можно сделать на их основе, которые помогут более эффективно решать социальные проблемы, с которыми, собственно, некоммерческие организации и борются. Сегодня мы решили поговорить про такую важную и интересную тему, и рады, что она вызвала интерес, судя по числу участников регистраций, про то, как, собственно, можно взглянуть на социальные проблемы через призму данных о госфинансах. И наш сегодняшний эксперт Ольга Пархимович, она руководитель разработки проекта госрасходы счетной палаты, а также руководитель проекта госзатраты. Этот проект некоммерческий, его реализует наша организация «Информационная культура». И я хотела бы передать слово Ольге, чтобы она рассказала, как мы сегодня будем работать и о чем говорить. Добрый день. Всем большое спасибо. Я очень рада, что эта тема вызвала интерес. Сегодня мы поговорим о том, какие финансовые данные доступны, и также о том, что полезного в социальной сфере можно узнать из данных о госфинансах. Сразу хотела бы сказать, что если у вас есть вопросы, то вы можете задавать их в чате. Если они относятся к текущему слайду и теме, то можно их задавать сразу. Если они не относятся, то мы рассмотрим их в конце. И также, если вдруг вам не будет хватать примеров из социальной отрасли, то вы можете задавать конкретные вопросы, как узнать что-то о здравоохранении, о поддержке отдельных категорий граждан и так далее. То есть, если у вас есть какие-то конкретные запросы, то вы также можете их озвучивать, поскольку я не уверена, что у меня будет много именно социальных примеров. Так, я сейчас запущу презентацию и покажу, включу видео, и потом вернусь к вам, когда будет секция с вопросами. Сегодня мы поговорим о социальных проблемах через призму данных о госфинансах. И в качестве приветствия я расскажу о том, что делает наша команда. Как уже сказала Наталья, мы делаем проект госзатраты, это общественный проект о данных о госфинансах. И также проект счета палаты о госрасходах. А также мы регулярно проводим профессиональные лекции по открытым данным о открытии госфинансов. Мы работаем над повышением качества открытых данных, делаем мониторинг и оценку публикации открытых данных и различные доклады по открытности. И также консультируем пользователей. Мы всегда рады, когда нам пользователи задают вопросы и делятся обратной связью о том, как они используют наши данные. Начнем с того, где можно искать данные о расходах государства. И что же такое расходы государства, что они включают. Сейчас я расскажу кратко о том, что можно искать и где можно искать. И в дальнейшем мы уже подробнее рассмотрим каждый из терминов. В целом, если говорить про Российскую Федерацию, то финансовые данные у нас достаточно открытые. Мы можем узнать намного больше о том, куда идут деньги, чем то, какие показатели по экологии, по безопасности окружающей среды, по всему тому, что непосредственно касается нашей жизни. У нас доступны данные по госконтрактам, по субсидиям, по национальным проектам и государственным программам. Доступна различная аналитика и статистика, в том числе различные отчеты Министерства финансов, Министерства экономического развития и профильных госорганов. Доступны данные о бюджетах и отчетах об их исполнении, то есть как были запарнированы деньги и как они были в результате потрачены. И также доступно большое количество открытых данных, в том числе и в формате АПИ. Где можно искать данные? Во-первых, это сайты государственных информационных систем. Это портал электронного бюджета Budget.gov.ru, портал госзакупок и закупки GoFru, портал ГМУ Государственного муниципального управления. Это данные по бюджетным автономным казенным учреждениям. Также большое количество информации располагается на сайтах госорганов. Это и федеральные госорганы, такие как Минфин России, и Федеральное казначейство, и Федеральная налоговая служба. И также на оригинальном муниципальном уровне это как сайты финансовых госорганов и муниципальных органов, так и в целом сайты администрации муниципальных образований и муниципальных образований. Кроме того, существует большое количество государственных и общественных проектов, которые также публикуют данные или аналитику на основе них. И, конечно, портал открытых данных и портал крутых бюджетов, которые широко распространены на оригинальном уровне. Что полезного можно узнать из бюджетов, нацпроектов и госпрограмм? Начнем с госпрограмм и нацпроектов. Это то, что на слуху во всех новостях на протяжении последних нескольких лет, особенно нацпроекты. И то, и другое – это документы стратегического планирования. При этом госпрограммы отражают реализацию основных функций государства – образование, здравоохранение, экология и так далее. Они в основном статичны и являются инструментом планирования отраслевым. Нацпроекты были впервые разработаны около двух лет назад. Они направлены на достижение национальных целей. Например, нацпроект по человеческому капиталу, по комфортной среде для жизни и другие. Они могут меняться в течение времени и являются инструментом контроля и координации по приоритетным направлениям. Нацпроекты в основном межотраслевые. То есть, если мы возьмем нацпроект «Цифровая экономика», то он включает в себя и цифровизацию здравоохранения, и цифровизацию образования и других сфер жизни. Где можно найти информацию о госпрограммах и нацпроектах? Во-первых, это модуль госпрограммы и модуль нацпроекта портала госрасходы. Там мы представляем ежедневно обновляемую информацию о контрактах, субсидиях, участниках нацпроектов и госпрограмм. И на данный момент нет других ресурсов, которые бы с такой частотой группировали информацию о расходах по указанным документам статистического планирования. А также существует портал госпрограмм Российской Федерации. Мы его сегодня немного посмотрим. Это портал Министерства экономического развития, и, к сожалению, он обновляется довольно редко. Но какую-то общую информацию о том, какие госпрограммы существуют, вполне можно на нем найти. По нацпроектам есть портал «Национальные проекты». Это портал, который реализуется в ТАСС. И в нем можно также узнать, какие есть основные национальные проекты, и что конкретный гражданин может получить из каждого национального проекта. Также и госпрограммы и нацпроекты. Их паспорта публикуются в базах нормативно-правовых актов. Это гарант, консультант и другие. И информацию о финансировании госпрограмм и нацпроектов можно найти в бюджетах. И у госпрограмм и нацпроектов есть паспорт. Соответственно, паспорт госпрограммы и паспорт нацпроекта. В нем можно узнать основную информацию о том, о чем эта программа и нацпроект, какие строки реализации, кто является ответственным исполнителем, участником и соисполнителем, то есть какие госорганы отвечают за данную госпрограмму. При этом, если мы посмотрим в паспорт нацпроекта, то также мы видим ответственных лиц, то есть мы видим конкретно куратора, руководителя и администратора, которые отвечают за определенный нацпроект. Также в паспорте есть цели программы и целевые показатели, структура, то есть под программы целевые проекты, ведомственные проекты, которые входят в данную госпрограмму или нацпроект, задачи и, что самое главное, финансовое обеспечение. Как по годам, так и относительно уровня бюджета, в том числе и вне бюджета. Давайте посмотрим на пример госпрограммы. Заходим на сайт программ с ГОФРУ, это портал госпрограммы РФ. Данный портал реализуется Министерством экономического развития. На главной странице мы видим краткое описание о том, что такое госпрограмма, глоссарий и нормативно-правовую базу. Все госпрограммы разбиты по направлениям. Мы можем посмотреть любое интересующее нас направление, например, социальную поддержку граждан. Мы можем увидеть текст утвержденной госпрограммы, а, к сожалению, в Хроме ресурс гаранта не работает, поэтому не могу показать текст, но воспользуемся тем, что есть на портале госпрограмм. Сразу хочу сказать, что если вы будете скачивать тексты госпрограмм с портала программ с ГОФРУ, то с большой вероятностью вы не найдете последнюю версию паспорта госпрограммы. Поскольку мы делали исследование качества данных данного портала, и на тот момент на странице одной госпрограммы можно было скачать до четырех версий документов, содержащих паспорт программы. При этом ни в одной из версий не было указана какая-то версия программы, от какой она даты, и разорваться было невозможно. Но если мы в целом хотим понять, что же такое социальная поддержка граждан по госпрограмме, то мы можем увидеть на этом сайте ответственных исполнителей, соисполнителей и участников. То есть мы сразу видим, что за данную госпрограмму отвечает Министерство труда и соцзащиты. Есть соисполнители, в данном случае это Министерство экономического развития, и участники программы. В дальнейшем эта информация нам поможет понять, какие организации могут распределять средства из бюджета, и на каких сайтах можно искать подробности о реализации госпрограммы. Дальше мы видим подпрограммы. В данном случае 6 подпрограмм, например, старшее поколение, соцподдержка отдельных категорий граждан, обеспечение господдержки семей и так далее. И мы видим задачи, на которые направлена госпрограмма. Также мы видим целевые индикаторы и показатели программ. И если мы посмотрим текстовый паспорт госпрограммы, то там для каждого индикатора и показателя будет указано конкретное значение, которого нужно добиться за конкретный год. Также мы видим, что данная программа длится с 2013 по 2024 год. На него выделено 15 триллионов. И эти средства включают в себя не только федеральный бюджет, 15 триллионов из федерального бюджета, и в паспорте программы можно дальше найти информацию о средствах из оригинальных бюджетов, средства из вне бюджета и так далее. Все финансирование разбито по годам и по подпрограммам. Также можно найти ожидаемый результат реализации программы. Паспорт нацпроекта, он в принципе довольно похож по структуре на паспорт госпрограммы, поэтому мы в качестве примера посмотрим портал национальных проектов. На данном портале можно также найти информацию о национальных проектах. Этот портал, на мой взгляд, больше направлен на обычных граждан. И, например, если мы откроем национальный проект «Демография», то мы сразу можем увидеть, как данный национальный проект поддерживает отдельную категорию граждан и что обычный человек может получить благодаря данному проекту. То есть в данном случае можно найти информацию о материнском капитале, о занятиях спортом рядом с домом и так далее. То есть в данном случае портал больше направлен на то, что это за проект, а не о том, как осуществляется расходование средств. Информацию о национальных проектах можно узнать также на портале госрасходы. Данная информация стала доступна с конца 2019 года. И данные агрегированы по каждому национальному проекту и каждому ФИД-проекту. В данном случае на карточке каждого национального проекта мы видим краткое номинование нацпроекта, общее количество контрактов из федерального бюджета, общее количество субсидий. ГРБС – это главный распорядитель бюджетных средств. Это те, кто выдают субсидии. И получатели – это те, кто, соответственно, получают субсидии. По каждому национальному проекту доступна информация о том, какие ФИД-проекты он в себя включает. Например, посмотрим нацпроект «Экология». Мы видим даты реализации куратора, руководителя, администратора. Название нацпроекта – это, в принципе, та же самая информация, которую вы можете увидеть в паспорте нацпроекта. Но дальше идут уникальные вкладки, которые на других ресурсах найти невозможно. Во-первых, это федеральные проекты. Мы видим, из каких федеральных проектов состоит нацпроект, кто является руководителем, сколько было заключено контрактов и сколько субсидий. Также мы видим информацию о контрактах по данному нацпроекту. И также можно перейти на страницу поиска контрактов, которая будет предзаполнила. То есть, выбирая эту ссылку, вы переносите сразу на все контракты по данному нацпроекту. Аналогично можно посмотреть информацию о субсидиях, которые были распределены по данному нацпроекту. При этом нужно сразу отметить, что, к сожалению, сейчас публикация реестра субсидий приостановлена Министерством финансов. Мы пока не знаем, будет ли она возобновлена или нет. Поэтому на данный момент вся информация актуальна на 15 декабря. Если Министерство финансов возобновит публикацию реестра, то данные снова будут обновляться и на нашем портале. Также можно увидеть список тех организаций, которые распределяют средства. То есть, в данном случае мы видим, что по указанному нацпроекту больше всего средства распределяют Министерство средств и ЖКХ РФ. они распределили 53 миллиарда рублей, и это составляет 26% от той суммы, которая была всего распределена в рамках данного нацпроекта. При этом мы видим, что тех организаций, которые могут распределять средства, их довольно мало. Аналогично мы можем увидеть получателей средств. То есть, в данном случае мы видим, что государственное университетное предприятие Московской области получило больше всего средств из данного нацпроекта. Аналогичную информацию можно посмотреть по каждому федеральному проекту. Также нужно отметить, что мы очень ждем, когда появятся машиночитаемые данные о паспортах, и тогда мы сможем добавить их в этот ресурс. В целом, по национальным проектам сейчас доступна база контрактов, субсидий и получателей средств, профиль каждого нацпроекта, федерального проекта, ежедневное обновление данных, интеграция с паспортами проектов, контракты и субсидии, которые могут относиться к нескольким нацпроектам. Это нужно учитывать, если вы делаете какую-то аналитику по контрактам и субсидиям, которые были распределены по каким-то нацпроектам. И также есть соответствующий фильтр, то есть вы прямо из поиска по контрактам и субсидиям можете отфильтровывать те контракты, которые относятся к интересующему вас национальному проекту или федеральному проекту. Следующий термин, который мы рассмотрим, это бюджеты. Бюджеты – это планы по расходам и доходам государства, регионы или муниципального образования. Бюджет каждый год принимается в конце года, на следующий год, и он содержит план того, как государство будет получать средства, расходовать их, а также что государство будет делать в том случае, когда расходы превышают доходы, то есть бюджет дефицитный. Эту информацию можно найти в приложении «Источники финансирования дефицита бюджета». Бюджеты могут быть федеральные, региональные и муниципальные. При этом каждый из этих видов также разделяется на несколько подвидов. Например, федеральный бюджет может быть просто федеральным, может быть консолидированным бюджетом. Также есть еще бюджеты внебюджетных фондов. И также региональные бюджеты. Может быть просто бюджет, например, Ахангельской области, а может быть консолидированный бюджет Ахангельской области. Если бюджет консолидированный, то он включает в себя нижестоящие бюджеты, то есть бюджеты муниципальных образований. Каждый регион и муниципалитет должны ежегодно публиковать бюджет в интернете. Это правило действует последние несколько лет, поэтому бюджеты за последние, наверное, 5-7 лет в интернете найти можно. Если вас интересуют более ранние бюджеты, то найти их может быть сложнее. А также до 2020 года на портале минфин.ру публиковала сводная бюджетная роспись по федеральному бюджету. То есть можно было каждые две недели узнать о том, как изменился федеральный бюджет. На данный момент сводная бюджетная роспись публикуется на портале электронного бюджета. Это портал Budget.gov.ru. И, к сожалению, мы пока не можем доверять этим данным. Где можно найти информацию о бюджетах? Во-первых, это база нормативно-правовых актов. Бюджеты – это или законы о бюджете, или решения о бюджете. То есть это документ, который содержит текст бюджета и приложение к нему. В дальнейшем мы посмотрим, для примера, федеральный бюджет на портале электронного бюджета. Также какую-то информацию можно найти на портале Минфина России, если вас интересует федеральный бюджет до 2020 года. На портале федерального казначейства можно найти отчеты об исполнении бюджета, то есть найти фактическую информацию о том, как средства были потрачены. И также узнать, насколько соотносится план и факт в бюджете. Оригинальные бюджеты публикуются на региональных сайтах финансовых органов, на порталах открытых бюджетов регионов. И также на муниципальном уровне эта информация размещается на сайтах муниципальных образований, на сайтах бюджета, например, на сайтах Советового депутата. Что можно узнать из бюджета? Во-первых, можно узнать, кто распределяет финансирование в интересующие вас отрасли. Например, если вы интересуетесь здравоохранением и вас интересует определенный регион, то вы можете открыть структуру расходов бюджета соответствующего региона и по разделу или подразделу узнать, какие организации могут выделять финансирование. Также можно узнать, сколько средств запланировано на интересующую вас функцию. Например, образование, здравоохранение, экология, и так далее. Как распределяются средства? Субсидии, контракты и, например, зарплаты. Какие субсидии будут выделены в этом году для каждого региона? Это мы тоже отдельно посмотрим. И какой будет финансирование интересующая вас госпрограмма, под программой и надпроектом запланированной на этот год? Кстати, нужно отметить, что существуют не только государственные программы, но и региональные программы. Поэтому, если вас интересует региональный уровень, то вы также можете найти соответствующую региональную программу и узнать, какие цели у соответствующего региона по интересующей вас отрасли. На слайде для примера представлено ведомственную структуру расходов бюджета. Ведомственная – это значит, что верхний уровень иерархии, который представлен, он сгруппирован по ведомству. То есть в данном случае мы видим, что на Министерство здравоохранения будет потрачено 500 миллиардов рублей в 2021 году. Также мы видим и планируемые расходы на 2022 и 2023 год, поскольку бюджет сейчас планируется на три года. Если мы будем спускаться вниз по этой таблице, то дальше мы увидим уровни иерархии ниже. То есть в следующей строке мы видим расходы Министерства здравоохранения на общегосударственные вопросы. Затем уровень еще ниже – это подраздел, в данном случае международное отношение, международное сотрудничество. И следующий уровень – это госпрограмма, подпрограмма. То есть, например, мы видим, что расходы Министерства здравоохранения на госпрограмму развития здравоохранения составляют 902 миллиона рублей. При этом нужно понимать, что данная госпрограмма средства вне распределяется не только Министерством здравоохранения, но и какими-то другими госорганами. Поэтому, если вас интересует именно госпрограмма развития здравоохранения, то вам лучше посмотреть программу на структуру расходов, которая также публикуется, например, на портальный баджет GoFrum. Если мы посмотрим на столбец, который называется ВР, это вид расходов, то мы узнаем, как будут потрачены средства. То есть, например, если мы посмотрим на строку номер 2, то мы увидим, что проведение вакцинации против нелококовой инфекции это межбюджетный трансферт, то есть деньги будут переведены из федерального бюджета в какой-то другой бюджет, наверное, или в региональный бюджет, или напрямую в какой-то организации. При этом в следующей строке мы видим, что вид расходов указан как 600, то есть реализация национального проекта «Демография», предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и ином некоммерческим организациям. То есть в данном случае мы уже понимаем, что это предоставление субсидий, значит, мы можем пойти в реестр субсидий и попытаться найти субсидии, которые будут соответствовать этой строке бюджета. В последней строке на этом слайде мы видим обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В данном случае мы видим, что это межбюджетный трансферт, то есть кому-то будут перечислены деньги на то, чтобы обеспечить закупки, и потом закупки мы сможем найти на портале «Закупив.гоф.ру» и «Закупки» и «Контракт». То есть уже смотря на бюджет, мы можем примерно представлять, какие расходы будут осуществлены, можем понимать, какие размеры будут этих расходов и где искать более детальную информацию о каждом интересующем нас виде расходов. Посмотрим дальше на пример федерального бюджета. На портале электронного бюджета, ссылка «Бюджет.гоф.ру», бюджет публикуется в нескольких разделах. Закон о бюджете найти не очень просто. Сначала нужно перейти в раздел «Бюджет» и затем кликнуть на «Закон о бюджете». При этом, если мы выберем в выпадающем меню, например, «Сводную бюджетную роспись», то мы увидим информацию, которая изменяется, как говорит Митвина, в режиме реального времени. На самом деле «Сводная бюджетная роспись» меняется не так часто, как она меняется на портале «Бюджет.гоф.ру». Если вас интересует закон о бюджете и вы хотите его посмотреть на портале «Бюджет.гоф.ру», то в первую очередь вам нужно удостовериться, что вы смотрите нужную вам версию бюджета за нужный год. То есть в данном случае мы смотрим на самом деле проект «Закон о бюджете», поэтому нам нужно в меню выбрать «Закон о бюджете» и выбрать год, который нам интересен. В бюджете есть текстовые статьи и есть различные приложения. Чаще всего нас интересуют именно приложения, но из текстовых статьй мы тоже можем узнать много интересного. Например, мы можем узнать общий объем доходов и расходов и другие характеристики. А если мы посмотрим на приложения, то чаще всего нам интересна ведомственная структура расходов бюджета. Это как раз те файлы, скриншоты, из которых я показывала в презентации. Это приложение очень объемное, поэтому оно довольно медленно загружается на портале ИПБС и в некоторых случаях оно не отображается. Скачать его можно в различных форматах. Это та иерархия, в начале которой расположены ведомства, то есть главные распорядители бюджетных средств организации. А также мы можем посмотреть аналогичную информацию, загруппированную по разделам, подразделам, целевым статьям по госпрограммам. Ну как раз сейчас видно, что, к сожалению, данные загружаются не так быстро, как хотелось бы. Один из наиболее интересных наборов данных, который мы планируем в этом году загрузить на портал госрасходов и который как раз может быть интересен тем, кто изучает социальную сферу, это распределение между субъектами межбюджетных трансфертов. То есть в данном случае собрано, по-моему, больше 80 различных видов субсидий и в каждой таблице представлена информация по конкретному виду. То есть, например, мы можем посмотреть, сколько будет заложено расходов на реализацию полномочий в области лекарственного обеспечения. Или, например, на осуществление первичного воинского учета и так далее. Например, в прошлом году мы смотрели расходы субсидий на то, чтобы регионы восполняли лес. И было заметно, что у каких-то регионов эти субсидии многомиллионные, а одной области выделили 121 рубль на восстановление леса. То есть в данном случае по интересующему вас направлению можно примерно узнать, будут ли в вашем регионе, будет ли развиваться данное направление на ближайшие три года. Также можно найти информацию о выплатах отдельным категориям граждан, например, многодетным семьям, инвалидам, безработным и так далее. При этом в некоторых случаях публикуется пояснительная записка к бюджету. То есть нужно выбрать проект из закона о бюджете, и по ссылке с флешкой будут показаны материалы, которые предоставляются одновременно с проектом федерального бюджета. В этих материалах можно будет найти информацию, как были рассчитаны, например, объемы субсидий. То есть сколько в каждом регионе семей, которые нужно поддержать, сколько деревьев, которые нужно посадить и так далее. То есть тоже очень интересная информация. При этом нужно понимать, что проект закона о бюджете – это все-таки проект, и принятый закон может отличаться от того, что было в проекте. Тут вопрос из чата. Наличие денег в бюджете не означает их целевое использование в конечном итоге. На самом деле такой острый вопрос, который относится скорее не к данным о бюджете, а о том, насколько корректно они расходуются. Я бы на него, наверное, не хотела отвечать. Единственное, что я скажу, что сейчас в последние несколько лет введено казначейское сопровождение бюджетных средств. То есть сейчас, например, если есть казенное учреждение, и это учреждение выплачивает сотрудникам зарплату, то у данного учреждения счет открыт не в банке, счет открыт в казначействе. И организация не может перечислить деньги, которые… Например, если деньги направлены на субсидии, организация не может выплатить с них зарплату. То есть я бы не сказала, что сейчас возможно напрямую нецелевое использование средств. Мне кажется, скорее есть более искусные способы некорректного расходования средств. Например, вы не можете заключить контракт, который… Например, если у вас есть выделенные средства на закупку медицинского оборудования, вы не можете вместо этого купить журналы. Но понятно, что при этом вы можете купить некачественное оборудование или выбрать некорректную организацию. Но использовать средства нецелевым образом, мне кажется, это сейчас благодаря казначейскому сопровождению стало намного труднее, чем было раньше. Надеюсь, я хотя бы частично ответила на ваш вопрос. Вернемся к тому, какими способами распределяются средства. Есть несколько основных способов. Во-первых, это закупки и контракты. И в данном случае нужно понимать, что закупки – это процедура. То есть организация решила, что им нужно закупить определенные товары. Они, например, объявили тендер на портале госзакупок. Дальше участники подали свои заявки на этот тендер и собрали комиссию, которая рассмотрела заявки, подписали протоколы и выбрали какую-то отдельную организацию и заключили с ней контракт. То есть закупки – это информация в основном о тех торгах, которые осуществляются сейчас, и подробности о том, как были осуществлены торги. А контракты – это результат процедуры, это какой конкретно контракт был заключен, на что он был заключен, какие предметы контрактов, на какую сумму и с кем. Также есть межбюджетные трансферты. Это когда деньги из одного бюджета передаются в другой бюджет. Например, из федерального бюджета деньги распределяются в оригинальном бюджете или напрямую в муниципальном бюджете. Есть несколько видов межбюджетных трансфертов. Во-первых, это субсидии. Это деньги на то, чтобы организация делала свою работу. Например, есть организация, которая осуществляет экологический мониторинг в регионе. У нее есть такая функция, и федеральная госорганка перечисляет деньги данной организации. А субвенции выделяются на свою работу. То есть у федерального уровня есть какие-то функции, но при этом организация госоргана в федеральном уровне считает, что его работу лучше сделает какая-то региональная организация, и он перечисляет деньги ей. При этом субвенции, они выделяются на определенный срок и на конкретные цели. И если организация, как раз вот к вопросу о нецелевом расходовании, если организация расходует эти деньги нецелевым способом или не в установленном сроке, то субвенции подлежат возврату. И дотации – это средства, которые представляются бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на покрытии текущих расходов. При этом, если мы говорим про федеральный бюджет, то реестр субсидий, о котором мы сегодня будем много говорить, он в себя включает и субсидии, и субвенции, и дотации, и межбюджетные трансферты. Но почему-то как от кономенования у него именно реестр субсидий. И гранты – это те средства, которые распределяются по конкурсу. При этом гранты могут быть разные. Это могут быть научные гранты. И, например, гранты фонда президентских грантов для НКО. И так далее. При этом часто в реестр субсидий можно увидеть субсидию организаций, которые распределяют гранты. То есть, например, увидеть, сколько РФФИ, это Российский фонд коммунистальных исследований, получит денег на текущий год. И, например, сравнить, как они относятся с предыдущими годами, и примерно представить, повысится ли объем грантов для ученых в этом году или нет. Аналогично, например, в бюджете Санкт-Петербурга можно посмотреть, сколько комитет по науке и высшей школе распределит грантов для одаренных студентов и аспирантов каждый год. Если мы хотим узнать об источниках данных и найти конкретные закупки контракта, субсидии и гранты, то, в первую очередь, нам нужно идти на портал госзакупок или на сайты практику с расходом и госзатратой. При этом нужно отметить, что на порталах госзатраты и госрасхода мы собираемся думать только о контрактах, поскольку для аналитиков, обычных пользователей, экспертов интересен именно сам факт заключения контракта, а закупки больше интересны коммерческим структурам и также организациям, которые хотят в них поучаствовать. Субсидии можно найти, как уже на перечисленных порталах электронного бюджета, госзатраты и госрасходы, и также можно найти на оригинальных порталах. Например, регионы публикуют субсидии социально-ориентированным и некоммерческим организациям, и также, по-моему, они обязаны публиковать субсидии на информационную поддержку. Также информацию о субсидиях можно найти непосредственно в бюджете, они не всегда выделены только указанием того, на что идет субсидия. Иногда в бюджете напрямую прописаны организации. Например, в бюджете 2020 года было указано, что организация ВГТРК получит такой-то объем финансирования. Информация по грантам пока, к сожалению, не раскрывается государством на каком-то отдельном и полном ресурсе реестре, но информацию об отдельных грантах можно найти на портале открытой НКО или, например, на сайте президентской гранты РФ. Также на сайте РФФИ можно найти информацию о научных грантах, но, к сожалению, не в формате открытых данных. Если мы посмотрим на контракты и закупки, то в первую очередь нужно отметить, что в России публикуется полная база всех государственных и муниципальных контрактов. То есть все организации, которые заключают контракты по 44-му федеральному закону и 223-му федеральному закону, они публикуют данные на одном ресурсе. Поэтому сейчас база контрактов насчитывает, по-моему, порядка 43-х миллионов контрактов, 500 тысяч заказчиков и полтора миллиона поставщиков. Доступен расширенный поиск по реквизитам, можно искать по предмету контрактов и по тому, кто заключает, с кем заключают, по различным классификаторам, о которых мы поговорим в дальнейшем. Если мы посмотрим на портал госрасходов, то там доступен профиль каждого заказчика. Вы можете зайти на страницу, например, Министерства здравоохранения и увидеть, какие контракты она заключала, на какую сумму и с кем. Данные обновляются ежедневно, они машиночитаемые. Кроме того, есть FTP-сервер, на котором публикуются данные о контрактах. И, соответственно, вы в любой момент времени можете получить информацию о всех контрактах. Также нужно отметить, что все контракты больше 100 тысяч опубликованы на портале госзакупок. И если контракт заключен по 44-му федеральному закону, то доступны тексты скана контракта. К сожалению, последние два года по 223-му федеральному закону не публикуются информации о поставщиках. То есть вы можете узнать, кто закупил и что закупил, но, к сожалению, мы не можем узнать у кого. И также, наверное, нужно отметить, что 44-й федеральный закон, он касается бюджетного финансирования. Все госорганы обязаны заключать контракты по сроссервертому федеральному закону. Он очень детализирован. И в некоторых случаях даже слишком детализирован. А 223-й федеральный закон, он в основном предназначен для госкорпораций, государственных организаций. И он, по сути, говорит только о том, что организация должна принять положение о закупках своей организации и, соответственно, дальше действовать по нему. На слайде представлен пример отображения контрактов на портале госрасходы. Есть развернутый поиск. Можно искать по дате заключения, по номеру контракта, по субъекту, по заказчику, поставщику, предмету контрактов и так далее. И получить карточку интересующего вас контракта. Также я хотела бы выделить несколько особенностей использования портала госзакупок. К сожалению, в нем нет профилей поставщиков и заказчиков, то есть вы не можете получить сводную информацию о том, кто закупил и на какую сумму и у кого. Но при этом там можно найти тексты и сканы контрактов по сручу стерзованному закону, информацию об исполнении и расторжении контракта и информацию о платежах. Одним из недосадков данного портала является неочевидный для обычных пользователей поиск. В данном случае представленный скрешок в главной странице сайта. Если вы просто зайдете на сайт и ведете интересующий вас объект или услугу и нажмете на поиск, то вы получите информацию по закупкам. Но если вы хотите найти информацию по контрактам, вам нужно открыть вкладку «Контракты и договоры» и найти информацию или в реестре контрактов, если вас интересует или в реестре договоров, если вас интересует 223-й федеральный закон. То есть обычному пользователю не очевидно, что он заходит на главную страницу сайта, выбирает поисковую строку, и он не получит информацию о контрактах и договорах. Или, например, если он откроет реестр контрактов, то он не получит информацию о 223-й федеральном законе. Конечно, специалисты это знают, но для обычных пользователей это не очень удобно. Дальше мы посмотрим реестр субсидий. Еще раз сразу отмечу, что, к сожалению, на данный момент публикация реестра приостановлена в Минфинном России. 28 января заканчивалось общественное обсуждение проекта документа, который был опубликован в Минфинном России, и в этом документе публикуемая информация сужалась до пяти основных полей. Кто распределяет субсидию на какую сумму, на что, дата и какой код бюджетной классификации. При том, что на данный момент, на 15 декабря, была доступна информация о том, кто получил субсидию, какой был график платежей, какие были плановые результаты, какие были фактические результаты и много других очень интересных, уникальных полей. К сожалению, с прошлой недели данный раздел пропал из сайта Минфин на России. И, соответственно, даже базовую информацию мы не видим. И никто на данный момент не может сказать, что будет дальше. Хотя, если мы смотрим контракты, то в них может присутствовать конкуренция, то есть организация не всегда напрямую знает, кто получит данный контракт. А если мы смотрим субсидии, то напрямую решение того, кто распределяет субсидию или государство. То есть в данном случае конкуренции нет. И эти данные нам должны быть еще более интересны, поскольку они напрямую отражают позицию государства и распределяют деньги без каких-то конкурсов. На портале Минфина России был доступен реестр субсидий. Вопрос из чата. Я имею в виду, допустим, деньги выделены на посадку деревьев, деньги потрачены, но деревьев нет или сильно меньше, или такое тоже невозможно. Насколько я знаю, в данном случае, не знаю, попадает ли это под нецелевое расходование бюджетных средств или неэффективное расходование бюджетных средств, но в вашем вопросе содержится очень важное уточнение о том, что мы действительно сейчас видим информацию о том, как распределяются бюджетные средства, но мы, к сожалению, не видим информацию о том, что фактически было результатом. То есть мы можем увидеть, кто что и на какую сумму закупил на портале госзакупок, мы видим, кому и на что выделены средства, и также в качестве результата мы видим, например, в контрактах акт выполненных работ. Но мы действительно не знаем, было ли что-то сделано, или есть только акт, и фактического исполнения не было. Это, насколько я знаю, одна из самых больших проблем текущего законодательства. И, по-моему, были разные варианты способов решений данной проблемы. Например, когда, если я не ошибаюсь, велось строительство объектов в Олимпиаде в Сочи, были установлены камеры, которые отражали ход строительства. Но действительно из данных мы, к сожалению, не можем узнать, было ли что-то посажено, было ли что-то построено, и нет какого-то простого способа решить эту проблему. Кроме привлечения активистов, но понятно, что если у нас 45 миллионов контрактов, мы не можем привлечь достаточное количество активистов, которые смогут проверить результаты выполнения. То есть действительно это проблема, и это возможно, и я думаю, что встречается довольно часто. А еще один вопрос. Почему Минфин приостановил публикацию реестра субсидий? К сожалению, мы этого не знаем. Но вы можете отправить запрос в Министерство финансов федерального казначейства и спросить у них. Попутно могу сказать, что любой гражданин может запросить любую информацию у госоргана, и госорган обязан ответить в течение 30 дней. То есть понятно, что вам могут прислать отписку, но в некоторых случаях присылать действительно корректную информацию. Возвращаясь к реестру субсидий, на портале госрасходов доступен профиль получателя и распределителей. То есть можно узнать, кто сколько субсидий распределил, кому, на какую сумму. Но единственное, еще раз напоминаю, что данные доступны на 15 декабря. А также нас очень часто сейчас спрашивают, почему у нас не скачиваются файлы субсидий, или почему скачиваются файлы размером 0 byte. И ответ опять такой же. Ссылки, которые вы видите на портале госрасходов, они введут на тот файл, который был опубликован на портале budget.co.ru. Соответственно, если Минфин отключил API, который предоставляет обновленную информацию, то и файлы мы также не можем скачать. До конца декабря данные обновлялись ежедневно. И, на мой взгляд, они были очень востребованы, чем исследователям, которые делают отраслевую наличку. Также с середины 2020 года в реестр федеральных субсидий были включены и региональные субсидии. И, пожалуй, это та информация, которую на протяжении последних лет нас чаще всего запрашивали пользователи. На данном скриншоте представлен интерфейс отображения субсидий на портале госрасходы. В принципе, похож на отображение контрактов на том же портале. И можно взять информацию о том, кто какую субсидию заключил, какие были плановые показатели результативности, когда заключено соглашение, когда было обновлено и так далее. Как найти данные о финансах и деятельности организаций? На самом деле сейчас нет единого ресурса, где можно было бы узнать всю информацию о интересующей вас организации. Но есть несколько точек входа, которые нужно просматривать, если вы интересуетесь финансовым именно организацией. В первую очередь, это выписки из ЕГРИУЛа и ЕГРИПа. Это единственный государственный реестр юридических лиц и дизайных предпринимателей, который ведется в федеральной налоговой службе. И если вы услышали или планируете сотрудничать с какой-то новой организацией, то в первую очередь вам нужно идти в ЕГРИУЛ и смотреть, когда была организация зарегистрирована, кто является ее учредителем, какие у нее коды, виды экономической деятельности. Потому что, например, если с вами захочет сотрудничать какая-то новая организация и рассказывает вам о том, сколько лет они распределяют гранты или выполняют какие-то функции, вы заходите в ЕГРИУЛ и видите, что на самом деле она была зарегистрирована неделю назад, то есть, скорее всего, вас пытаются обмануть. И также есть сайт «Прозрачный бизнес». Это попытка налоговой службы сделать систему контрагентов. Там также можно проверить информацию об организации. Контракты и субсидии организаций, как я уже сказала, можно посмотреть на портале госзакупок, на портале баджет-куфру субсидии и на портале госзатраты и госрасходы. При этом нужно понимать, что на портале госзакупок и на портале баджет-куфру нет профилей, получателей, распределителей. Несколько лет назад мы предлагали министерства финансов добавить в реестр субсидий информацию о получателях, чтобы можно было сразу увидеть, какая организация сколько субсидий получила, но мы получили ответ о том, что нет цели у Минфина предоставлять указанную информацию. А также участников нацпроекта госпрограмм можно опять же посмотреть на портале госрасходы. И на всякий случай отмечу, что я так часто куплю на портале госрасходы не потому, что мы его делаем, а потому, что мы действительно стараемся предоставлять ту информацию и в тех разрезах, которых нету на других ресурсах. Также интересен портал открытой НКО. Там можно увидеть финансовые профили некоммерческих организаций. Сейчас можно увидеть портал открытой НКО. Мы можем перейти в раздел некоммерческие организации. Например, отфильтровать, допустим, общественные организации. И посмотреть информацию, например, о Лиге здоровья наций. Мы видим общую информацию об организации. Видим информацию о количестве судебных решений и исполнительных производств. Видим учредителей. И информацию о финансировании. В данном случае можно посмотреть бухгалтерский баланс активы, пассивы, организации, выручки. Можно увидеть информацию о официальных финансовых отчетах. И увидеть источники доходов. Организация в данном случае – это контракты и субсидии. Не могу сказать, что есть какие-то альтернативные источники изучения именно некоммерческих организаций. Поэтому, если вас интересуют фонды и другие общественные организации, то, вероятнее всего, вам нужно начинать изучение именно с данного портала. Вопрос из чата. Как можно посмотреть численность сотрудников бюджетных организаций? Для компаний эта информация доступна на налог.ру, а для бюджетных организаций этой информации и поступления расходов нет. С пропусками эта информация есть на БАЗГУФРО. Да, мы как раз сейчас переходим к порталу БАЗГУФРО. Насколько я знаю, информация о численности сотрудников должна быть в наборе данных, которые публикуются специально-налоговой службой ежегодно. Может быть, коллеги, которые сейчас слушают вебинар, дополняют мой ответ. Мы как раз пока переключаемся на портал БАЗГУФРО. Это уникальный портал, оператором которой является федеральное казначейство, и в нем содержится информация о всех бюджетных, автономных и казенных учреждениях. А, к сожалению, с каждым годом этот портал становится все более неинтуитивно понятным, и информация на чинение все сложнее и сложнее, но содержащиеся здесь отчеты не представлены где-либо еще. Поэтому этот портал в любом случае уникальный, и федеральное казначейство ежегодно отчитывается о том, что больше 90% организаций, которые являются каленными, автономными и бюджетными учреждениями заполняют все формы отчетности, которые они должны публиковать. На данном портале информацию вносят представители организаций. Вопрос про бюджетную роспись. Давайте мы как раз сейчас его рассмотрим после блока информации в организациях и на него посмотрим в секции про качество данных. Если мы посмотрим на портале PASGUF.RU и введем в поисковую строку, например, слово «школа», то мы получим 46 тысяч записей. Это информация о тех школах, которые есть в данном реестре. Также мы можем увидеть оценку данной организации пользовательскую и посмотреть, какая информация по ней нам доступна. Если мы перейдем на карточку организации, то мы видим контактные данные и видим оценку. Но наиболее ценная информация, которая есть на данном портале, это формы отчетности, которым сейчас можно найти проще информации. Потом нам нужно перейти в полное сведение об учреждении и открыть меню. Первоначально, когда запускали данный портал, было наглядное меню, из которого можно было сразу перейти на финансовую отчетность. Затем меню скрыли и сделали незаметным. И сейчас даже скрыли полную информацию об учреждении. То есть с каждым годом пользоваться этим порталом обычным людям все сложнее и сложнее. В данном портале мы можем посмотреть информацию о государственном муниципальном задании и его исполнении. То есть мы можем увидеть, например, если это поликлиника, то сколько пациенту должна принять поликлиника, какие услуги она должна оказать. Если это школа, то сколько нужно обучить учащихся. Если это университет, то также по каким специальностям производится обучение. Кстати, если говорить про поликлиники и другую медицинскую информацию, то ценным источником являются территориальные органы обязательного медицинского страхования. Несколько лет назад мы смотрели отчеты указанных отделений ОМС и по каждой поликлинике и больнице можно было увидеть, сколько услуг какого вида было оказано, сколько пациентов было принято и так далее. Единственное, что нужно к этим данным относиться очень осторожно, потому что, например, плановые фактически показатели для оказания медицинской помощи школьникам по несчастным случаям, они сходились один в один. То есть сколько было запланировано детей вылечить, оказать неотложную помощь, а столько в итоге было выполнено. И тут уже создаются вопросы, или они могут предукладывать будущее, или они не оказывают помощь детям, которые превышают показатели. То есть данные интересы, но их достоверность может вызывать вопросы. Также интересные показатели – это информация о годовой бухгалтерской отчетности, о финансовых бюджетах деятельности, отчеты об исполнении бюджета, баланс, отчеты об исполнении доходов и расходов по продвижающей доходе деятельности. То есть на данном портале вы можете узнать, из каких источников получает организация средства. Но единственное, это если организация, конечно, ввела эту информацию. То есть в данном случае мы смотрим информацию по Челябинской закрытой школе. И видим, что сайт завис. Сейчас попробуем для примера открыть профиль в какой-то другой организации. Поэтому я пока устно расскажу, что в данном случае можно увидеть информацию о том, например, сколько субсидий получила организация, сколько составляет ее доход и по каким направлениям. Можно узнать о том, как организация использует свое имущество. Например, школы могут арендовать спортивные залы. Можно узнать о том, сколько выплачиваются зарплаты, какой зарплатный фонд. Можно узнать информацию о коммунальных платежах и многое другое. То есть в данном случае мы смотрим Мариинский театр, и мы уже на главной странице видим сведения о штате учреждения, как раз о которых спрашивали в вопросе, сведения о поступлениях в бюджет учреждения и информацию о проверках. Посмотрим, например, информацию о доходах Мариинского театра. В меню мы видели, что данные после 2018 года не загружались. И тут уже опять вопрос к представителям Мариинского театра, почему они перестали загружать информацию. И мы видим, например, структуру доходов данной организации. Мы видим доходы от собственности, доходы от оказания платных услуг, доходы от штрафов, пенни и иных сумм, проносительного изъятия, безвозмездные поступления из бюджетов и прочую детализированную информацию. И аналогично мы видим информацию о расходах, о зарплатах, прочих выплатах, приобретениях различных транспортных, коммунальных услуг, услуг связи и так далее. И обслуживания на долговых обязательствах. То есть в данном случае мы можем, например, посмотреть, собрать информацию о поликлиниках, о численности поликлиниках и заплатном фонде и сравнить, допустим, где заплата выше, где ниже. Также плюсом данного портала является то, что здесь доступны документы, то есть прикрепленные файлы, которые послужили первоисточником для заполнения карточек организации. Я смотрела информацию по университету ИТМО, и там было интересно, что в машиночитаемых данных, то есть в доходах и расходах, там отдельные строки были отмечены, как здесь, крестиками. А если посмотрим машиночитаемую форму с этими же данными, то они также отмечены крестиками. Но если мы при этом посмотрим скан документа, который также прикрепляется, то там уже будут введены суммы. То есть данных здесь очень много, но при этом не по всем организациям они заполняются подробно и не всегда они переведены в машиночитаемый формат. Давайте теперь вернемся к вопросу о том, почему нельзя доверять бюджетным росписям, опубликованным на портале. В принципе, по содержанию презентации у меня все. Единственное, что есть еще источник федерального налогового службы, где можно найти бухгалтерские балансы. Мы его пока практически не изучали, поэтому подробнее о нем пока сказать не могу. Еще последний пятиминутный раздел – это полезные термины, с которыми вам будет полезно разобраться, если вы хотите изучать финансовые данные. Во-первых, это код бюджетной классификации КБК. Это та строка, может быть, тот уникальный ID, который вам нужен, если вы хотите изучить подробнее. Например, если вы нашли какую-то субсидию или какой-то контракт, и вы видите там КБК, и если вы хотите понять, что значит это КБК, то вам нужно идти в бюджет, и из него вы можете узнать код ГРБС, это главный распределитель бюджетных средств, это тот, кто отвечает за данные финансирования, кто его распределяет. А дальше вы можете узнать информацию о разделе и подразделе, то есть это те функции, которые выполняют в государстве, например, раздел – это образование, а подраздел – это высшее образование. А дальше вы видите информацию о целевой статье расходов, это как раз привязка к госпрограммам, подпрограммам и нас с проектом, и вид расходов, то есть код, который обозначает, как именно средства будут потрачены. То есть благодаря этому коду вы можете получить какую-то дополнительную информацию, которой напрямую нет в контракте. Также при анализе контрактов нужно иметь представление об экономических классификаторах, их основных из 3 – это ОКДП, ОКПД и ОКПД-2. ОКПД является устаревшим классификатором, но при этом вам нужно его учитывать, если вы смотрите контракты за предыдущие годы. ОКДП и ОКПД-2 – это те классификаторы, которые применяются в разных контрактах. Зачем вам нужны подметические классификаторы? Если вы, например, хотите изучить информацию о закупке медицинских масок, наиболее актуальная тема 2020 года, то вы не можете просто ввести в поисковую строку медицинские маски и получить всю информацию, поскольку все предметы могут называться по-разному. Кто-то может указывать, например, англоязычные какие-то номинования, кто-то российские. И если вы используете поисковую строку для предметов контрактов, вы не можете быть уверенным, что вы выявили все контракты на интересующую вас отрасль. Поэтому если вас интересует, например, закупка медицинских масок, то наиболее оптимальным способом поиска будет сначала поиск медицинских масок в предметах контрактов, а затем вы смотрите, какие коды экономической классификации упоминаются, и дальше уже делаете выборку по указанным кодам экономической классификации и ее отфильтровываете. Потому что, например, закупку той же бумаги можно провести по разным кодам экономической классификации. Это может быть напрямую закупку бумаги, это могут быть услуги юридических лиц по поставке бумаги, могут быть услуги физических То есть есть несколько точек входа и заполнения данных о предметах контрактов, поэтому сейчас не существует какого-то простого способа для создания отраслевой аналитики. И также вам нужно учитывать, что есть различные версии экономических классификаторов, и не всегда корректно они заполняются представителями заказчика. Вот, и также еще один код, который часто встречается в финансовых данных, это АКВЭД, это классификатор внешней экономической деятельности. Благодаря нему вы можете понять, чем занимается организация, какая у нее основная деятельность, и он также может быть вам полезен, если вы ищете информацию об организации. Вот, теперь к вопросу о сводной бюджетной росписи. Сегодня бюджетная роспись, она раньше публиковалась на портале «Медвина Россия» до 2019 года. Публиковалась она на протяжении 10 лет, и каждые 2 недели любой пользователь мог скачать Excel в файл, увидеть, когда он был опубликован, на какую дату актуальности этот файл и какого года бюджет. К сожалению, с 2019 года «Медвина Россия» решил, что теперь сводная бюджетная роспись будет публиковаться на портале «Электронного бюджета». Они сделали соответствующий раздел, и в 2019 году, в середине 2019 года мы видели, что бюджет России составлял 92 триллиона рублей. На самом деле бюджет колеблется от 19 до 22 триллионов рублей, и он никак не мог составлять 92 триллиона рублей. Когда мы изучали эти данные, мы выявляли очень много ошибок в них. То есть, например, можно было в разные дни смотреть данные сводной бюджетной росписью на одну и ту же дату. Например, мы смотрели расходы бюджета на 15 августа, смотрели их 16 августа, 20 августа, 21 августа, и мы видели, что каждый раз сумма была разная. И в некоторых случаях она была явно нереалистичной. Мы находили много проблем, которые есть в этом реестре. В каких-то случаях строки дублировались, то есть они отображались… Одна и та же строка отображалась в два раза, она и суммировалась в два раза. В некоторых случаях мы видели, что каких-то строк в принципе нет в бюджете, при этом они открыты и явно должны были присутствовать. Ну и также мы видели, что данные меняют чуть ли не каждый день. И, соответственно, на данный момент, например, примерно месяц назад я проверяла сводные бюджетные росписи Санкт-Петербурга и Москвы. Опять же, у Санкт-Петербурга данные были завышены в несколько раз. Сейчас у Москвы бюджет, по-моему, сострял около 400 миллиардов, хотя на самом деле бюджет 2 триллиона. Мы отправляли очередной запрос в Минфин. И после этого Минфин исправил данные сводные бюджетные росписи Санкт-Петербурга. Они признали, что там были ошибки. А в случае с Москвой там уже какие-то проблемы между правительством Москвы и между министерством финансов. То есть там проблемы с интеграцией данных. И проблема заключается в том, что сейчас данных на портале Минфина России в формате Excel больше нет. То есть мы видим сейчас сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Мы знаем, что и в этом году были ошибки в федеральном бюджете, и в прошлом году они были. Но у нас нет какого-то источника, с которым мы могли бы сопоставить эти данные. Поскольку данных на портале Минфина России больше нет, и Минфина отказывается предоставлять информацию в формате Excel, потому что считает, что это дублирование одних и тех же данных. То есть вы, конечно, можете пользоваться сводными бюджетными росписями на свой страх и риск, но нужно понимать, что с большой вероятностью данные там ошибочны. Вот. Если интересно, я могу потом найти более подробную презентацию вместе со скриншотами, которые доказывают, что данные некорректны как в веб-интерфейсе, так и мышечнистаемые данные, которые скачиваются. И последнее дополнение. Если вы захотите смотреть, изучать данные, которые публикуются в разделе «Открытые данные» портала электронного бюджета, то, опять же, данные по федеральному бюджету анализировать практически невозможно, потому что там, например, неуказанная размерность, то есть вы не знаете этот файл, данные представляются в рублях, тысячах рублей или миллионов рублей. Там нет информации о том, за какой год этот бюджет и так далее. Еще один вопрос – это про доходы с минусом. Не совсем понятно сейчас, почему оно относится. Это было, когда вы смотрели карточку Мариинского театра. Там, кажется, были доходы с минусом. Насколько я знаю, такие отрицательные значения действительно встречаются. Могу привести пример. Тот, который мы видели в данных ресторан субсидий, там встречаются отрицательные субсидии. И они встречаются в тех случаях, когда у организации была выделена какая-то субсидия, и потом деньги вернули обратно. По разным причинам это может происходить, но, например, в реестре субсидий отрицательное значение обозначало то, что деньги вернулись обратно от получателя к распределителю. Вот, в принципе, я думаю, можно посмотреть данные формы отчетности, которые прикреплены к профилю организации Мариинский театр на портале и в сканах посмотреть, что же это значит. Если интересно и позволяет время, то можем посмотреть. Но мне кажется, что у нас время заканчивается. Коллеги, если есть еще вопросы, вы можете написать в чат или поднять руку. Здесь есть такая опция, и мы вам дадим возможность задать вопрос голосом. Пока ждем вопросов. Я хотела бы проанонсировать наше следующее мероприятие. Через неделю пройдет очередной вебинар цикла исследований НКО. Мы поговорим о том, как из данных создать историю, медиапродукт и продвинуть результаты исследования, привлечь к ним внимание ваших целевых аудиторий. И еще я хотела бы проанонсировать, что 6 марта состоится День открытых данных, где мы будем говорить о различных аспектах развития открытых данных в России на сегодняшний день. И одной из тем будет как раз-таки доступность данных о госфинансах. Поэтому обязательно регистрируйтесь. Мы скоро опубликуем полную программу. А пока уже доступна на сайте форма регистрации. Оставляйте свои имейлы, мы пришлем вам в день мероприятия ссылку на трансляцию в YouTube. Вот, поэтому ждем вас на всех наших следующих мероприятиях. Есть ли еще какие-то вопросы? Пока нет вопросов. Возможно, сделаешь выводы, какие-то ключевые моменты, самые главные, про поиск данных, вообще в целом про поиск данных о госфинансах. И данных о социальных проблемах. Что касается данных о социальных проблемах, наверное, если делать краткий вывод, то можно сказать о том, что данных о финансировании социальных проблем больше, чем данных о результатах. А что касается поиска, то данных опубликовано очень много. Очень много источников, где их можно найти. При этом нужно понимать, что качество может быть не всегда корректным и адекватным. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по поиску данных, которые вам нужны для исследования или для работы, то вы можете писать нам по нашим контактным адресам. И мы можем как помочь, подсказать вам, как правильно проанализировать данные или их интерпретировать. А так можем сделать для вас какие-то конкретные выгрузки по тем запросам, которые вам нужны. То есть, например, найти, прислать перечень контрактов на закупку медицинских масок. То есть, какие-то такие выборки мы можем для вас делать. Если бы этот вебинар был год назад, то я могла бы добавить, что данных становится больше, мы становимся более открытыми, но, к сожалению, в связи с закрытым рейсом субсидий такое вывод сейчас сделать нельзя. И у нас вопрос в чат поступил. Есть ли у Минфина ответственность за непубликацию данных из вводной бюджетной росписи на портале? На самом деле это сложный вопрос. И еще сложнее вопрос, есть ли у Минфина ответственность за публикацию недостатеверных данных из вводной бюджетной росписи. На самом деле, чтобы понять, есть ли даже не ответственность, а обязательство по публикации данных, Нужно смотреть соответствующие приказы Минфина России. По-моему, приказ 243 Н и 263 Н, он как раз причисляет перечень того, что нужно опубликоваться на портале электронного бюджета. И, по-моему, 263 приказ как раз о реестре субсидий. Сложно сказать, если ответственность. Не могу сказать, что Митвин как-то подрывался исправлять ошибки, которые мы у них находили. В некоторых случаях они их справляют, в некоторых нет. Но если мы посмотрим на то, что федеральный бюджет, по-моему, с 2020 года официально вносится в Госдуму не на тележке в печатном виде, а на портале электронного бюджета, и при этом мы видим, что он публикуется на протяжении нескольких лет некорректно, я бы сказала, что, наверное, Минфина ответственности нет. Ну и, опять же, если мы посмотрим на закрытый реестр субсидий, то мы сейчас по текущему законодательству видим, что реестр обязан публиковаться, причем установлены сроки публикации, но фактически мы видим, что реестр нет, и не думаю, что Минфин как-то это не успокоит. То есть я бы не рассчитывала на то, что у Минфина есть ответственность, и вы им скажете, что вы обязаны, и они возьмут и пойдут себе исправить. Точно так же, как самый простой пример – это портал Босгоф.ру. Все организации бюджетно-автономной казенной обязаны публиковать данные, но мы видим, что их часто нет за определенные годы, например, или вообще. И у казначейства России нет механизма давления и привлечения ответственности, поэтому данные не заполнены. То есть, мне кажется, ответа скорее нет. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Еще вопрос в чате. Есть концепты открытости федеральных органов исполнительной власти? Да, она действительно есть. И до сих пор организации публикуют формально планы по открытости, но если несколько лет назад было открытое правительство, и организации действительно пытались сделать какой-то интересный план по открытости, по открытым данным, публиковать новые данные, делать инициативные проекты, то сейчас они скорее перечисляют просто то, что они ежегодно делают без каких-то подробностей и без чего-то интересного для нас. Спасибо большое, Оля, за такой подробный рассказ про то, где искать данные о госфинансах и за возможность взглянуть на проблемы социальные под другим углом через вот эту призму финансирования со стороны государства, решения различных социальных проблем. Надеюсь, что это было полезно всем нашим участникам. Спасибо, что оставались до конца нашего вебинара и увидимся на следующих мероприятиях. До свидания. Спасибо. Спасибо.